здравствуйте уважаемые коллеги скажите пожалуйста слышите ли вы меня дайте мне пожалуйста знак в нашем чате слышно ли меня здравствуйте коллеги слышно ли меня я жду ваш знак и тогда мы начинаем наше мероприятие нашу встречу слышно да слышно все я уже заметил очень рада рада я вас приветствовать в очередной раз тех педагогов нашей страны которые заинтересованы в духовно-нравственном просвещении молодого поколения и вдвойне я рада тому что сегодня я представляю новую серию учебных пособий предназначенных для начальной школы для 1 2 3 4 классов серия учебных пособий носит такое название народы россии дорога дружбы и включена эта серия учебных пособий в общий в общую серию цивилизационное наследие россии в рамках которой подготовлены и уже выпущены также учебные пособия и для старших классов но об этом мы будем говорить с вами на отдельных встречах наше же сегодня внимание будет направлено как раз на тех пособиях которые предназначены для младших школьников и тему сегодняшней встречи мы обозначили так ценностный потенциал серии учебных пособий народа россии дорога дружбы 1 4 классы и так уважаемые коллеги это новый учебно методический комплект сейчас я стараюсь пытаюсь переключить слайд вот перед вами уважаемые коллеги представлены обложки учебных пособий для первого 2 3 4 класса весь курс имеет вот как сами авторы обозначили нацеленность именно на гражданское патриотическое воспитание и на социализацию личности ребенка но я хочу сказать напомните о том что современная школа ведь имеет социальный заказ от государства мы осуществляем с вами духовно-нравственное воспитание всеми возможными способами в различных форматах и в урочной деятельности во мне урочной как то предписано федеральным государственным сам стандартам да который регламентирует нашу с вами деятельность так вот в соответствии с требованиями в гос начального общего образования основные образовательные программы могут включать как учебные предметы да мы это знаем так и специальные курсы и дисциплины которые направлены на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов российской федерации об базовых нравственных нормах моральных принципах об исторических культурных традициях представителей различных мировых религий и ну или уже мы так же включаем и альтернативные мучебные курсы дисциплины модули и так далее я вот напомню что в четвертом классе изучается обязательный курс комплексные состоящие шести модулей называется он так основой мировых религиозных культур так вот возникает вопрос а вот этот вот разработанный нашими учеными специалистами курс народа россии дорога дружба каким образом включен в общий план начального звена так вот по замысла опять таки авторов он имеет в какой-то мере даже подготовительный характер он да он предназначен для организации урочной и внеурочной деятельности младших школьников первого четвертого класса и одна из его задач которую он с успехом выполняет это мотивирование младших школьников на получение знаний о основах культур тех народов которые населяют нашу страну и за счет этого мы транслируем ценности поэтому сегодня мы с вами будем говорить о ценностном потенциале данного курса который нас там на самом деле является очень и очень мощным так вот концептуальными особенностями данного нового курса а полное название его звучит так окружающий мир народа россии дорога дружбы являются следующими во-первых центральной стала идея сохранение приумножение духовного культурного потенциала много национального народа российской федерации так вот уважаемые коллеги тут тоже нужно нам с помнить для того чтобы быть способным сохранить духовную культуру основные какие-то базовые принципы заложенные в основу мира восприятия людей живущих на территории российской федерации для этого нужно во первых знать их и вот данный курс построен таким образом я упомянула о некой подготовительной функции подготовительной в каком плане мотивирует он учеников пробуждает интерес к данному пласту знания и подготавливает тем самым к изучению предмета основы мировых религиозных культур в четвертом классе а курс народа россии дорога дружбы начинается с первого класса и вот что для нас с вами важно и что нужно знать о особенностях данного курса методологической основой курса народа россии дорога дружбы стал этнологический принцип этнология это наука о народах и сам курс предполагает знакомство младших школьников с культурным многообразием россии с вот этой общностью разнообразием с другой стороны населяющих ее народов богатством их культуры материальной и не материальной и конечно же вот именно это позволяет расширить границы предмета окружающий мир за счет добавления наверное дополнительных тем из курса представленных учебно методическом комплекте народа россии дорога дружбы и это конечно же расширяет кругозор наших учеников но и в том числе в том числе обеспечивает реализацию интересов обучающихся из разных регионов нашей страны курс также выполняет задачу создание преемственности обучения на разных уровнях образования вот как мы я уже упомянула создание создание мотивации школьников к изучению этого предмета вот этого пласта знания а с другой стороны уже изучение параллельное с курсом народа россии дорога дружбы предмета основы мировых религиозных культур светской этики любого из модулей и как продолжение уже те курсы которые изучаются в рамках предметной области основы духовно-нравственной культуры народов россии то есть и и сюда мостик перекидывается за счет именно содержательных моментов во первых ценностной линии выстроенной в этих учебных пособиях а с другой стороны за счет того что курс раскрывает в том числе и очень интересный пласт культуры народов нашей страны такой пласт как бытовая культура в том числе и в каком-то в какой-то степени это знание которое дети получат при изучении курса народа россии дорога дружба он становится практика ориентированным для них он позволяет ну вот познать мое себя позволяет понимать глубже и традиции своей семьи и своих сверстников одноклассников как это сейчас часто бывает представителей других регионов нашей огромной страны и в предмете изучение большое место конечно уделяется именно этнической культуре и ну вот механизмом взаимодействия этносов между собой и так изучая разнообразие мы ищем точки соприкосновения потому что она опять таки государство поставила перед современной школой задачу воспитать человека способного к диалогу способного к диалогу с представителями других мировоззрений и других религий другого вот мира восприятия без этого согласия желаемые наверное всеми народами мира земли невозможно и еще один момент вот важный для нас которые сразу оговорю то что вот это вот единение разных народов населяющих территорию российской федерации невозможно без воспитания чувства любви к родине конечно в какой-то мере сейчас эти понятия уже устали ну немножечко заезженными ну я в кавычках конечно употреблять понятия и поэтому наша с вами задача вот именно говорите любви ведь любовь в данном случае к родине малой ли родине к большой родине это всегда живое это всегда свежее и это то что пробуждает в том числе интерес человека к вопросам нравственности и духовности то есть вот как правило вопросы связанные с осмыслением основных ценностей вот таких вот категорий как любовь допустим к отечеству любовь к человеку который живет рядом это очень мощная основа для роста нравственного и и кроме того кроме того кроме того вот если у детей не сформирована хотя бы хотя бы базовый уровень вот этой этнологической грамотности что очень важно в условиях которых мы с вами живем то будучи уже взрослыми ставшие выпускниками школы человек эти люди не способны полной мере осознать роль культурного многообразия допустим человечества и а в то же время не будет сформировано бережное отношение к традициям своего и других народов этносов уважение к опыту прошлого своей семьи ну и современного им старшего поколения то есть изучая эти базовые на логические традиции мы тем самым закладываем фундамент для нравственного воспитания и духовного воспитания несомненно несомненно и так задачу создание преемственности обучения таким образом курс народа россии дорога дружбы выполняет выполняет и еще один момент я хотела бы подчеркнуть то что действительно практически есть направленность у курса народа россии дорога дружбы направлен он на развитие коммуникативной компетенции младших школьников поскольку при реализации его рекомендуется использование очень широкое различных форм активной деятельности этой игры конкурсы праздники проекты всевозможные и этот опыт уже можно использовать в полной мере во вне урочной деятельности современным учителем вот уважаемые коллеги вкратце общий портрет мы обозначили с вами в общих чертах и переходим к следующему моменту вот были созданы и шлейфовые издания к учебному курсу по классам это есть методические пособия для учителя они включают себя структурно очень много ценного материала там и примерная программа курса там и поуроченное планирование и дополнительный материал представлен очень широко и этот материал крайне разнообразен методических пособиях которые сделают несомненно и урок интереснее да при условиях использования ну и даже расширяют кругозор учителя потому что ведь этнология наук которая формировалась многие столетия и очень много фактического материала содержится в нем так вот авторы нашего учебно-методического комплекта отбирали фатологический материал именно с тем чтобы он выполнял также воспитательную функцию и каким образом это происходит вот стержневыми линиями при организации данного курса на каждой ступеньке и вот в первом классе втором в третьем в четвертом являются ценности которые мы транслируем на наших уроках изучая этнические особенности народов населяющих российскую федерацию и вот центральными ценностями стали три они конечно связаны между собой это любовь к отечеству о которой я уже упоминала патриотизм любовь к малой родине ну и естественно вот той стране в которой мы живем второе это уважение к людям и акцент при изучении данного курса делается как раз наверное очень правильный и своевременный актуальный именно для нашего с вами времени мы все очень разные и поэтому очень важно сформировать уважительные отношения к людям разных национальностей а что означает уважение это ведь базовая этическая категория без которой невозможен нравственный рост и ну собственно наверное и духовная жизнь во многом так вот уважение это само слово исконно русского происхождения славянского и происходит оно от слова которое сейчас уже не используется в современном русском языке но сохранилось допустим в южнославянских языках например в украинском увага 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 это именно то самое слово от которого происходит слово уважение а что такое увага и наверняка вот кто путешествовал по украине тот встречал употребление этого слова в самых разных общественных местах может быть кто то знает тогда пишите в чате что такое увага как правило объявление начинается с этого слова но и ставите знак воскресания и дальше уже следует некое сообщение людям которые могут воспринимать допустим это объявление так вот увага как слово от которого происходит слово уважение переводится как внимание и уважение следовательно если отталкиваться вот от этого исконного смысла слова является способность проявлять внимание к другим людям к тем которые в данном случае разных национальностей да ну они не такие как я внимание и внимание это какого плана не такое как которое допустим используется как основной принципы содержательной допустим в желтой прессе к недостаткам допустим ну или так вот это выражается в копании грязным белье ни в коем разе уважение предполагает внимание к другому человеку как достойному вот этого особого взгляда и достойного нашего участия в жизни этого человека проявляемого допустим милосердия сострадания заботы и так далее то есть уважение начинается на самом деле очень многое в нравственной жизни и поэтому задача воспитать уважение прописана практически во всех нормативных документах которые регламентируют деятельность современной школы на разных ступенях при изучении разных курсов и основы религиозной культуры светской этики и предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России уважение мы формируем уважение то есть это очень важная компетенция и еще одна ценность которую стала структура образующая это общение мы общение это действительно то есть взаимодействие между людьми согласие между людьми вот за какие смыслы включает в себя вот это вот понятие очень важное для опять таки и социализации и вообще для жизни в современном обществе способность общаться способность взаимодействовать как говорят с тревогой заявляют современные психологи современный человек не только маленькие но даже старших лет не умеют выстраивать взаимодействие с друг другом и в чем это выражается во многом в том что мы знаем засилье гаджетов которые заполняют все свободное время человека не оставляя ему возможности общаться в живую с теми людьми которые рядом находятся и мы знаем множество анекдотов уже на эту тему то есть мы сами это замечаем в себе но как это в педагогической плоскости выражается а это испытывают учителя к ним приходят дети в класс к нам приходят дети в класс с которыми не разговаривают они растут вне вот этого поля практического обучения общению вот по статистике которую в прошлом году озвучили среднестатистическая мама общается с ребенком в среднем 15 минут в день 24 часа в сутках и из них 15 минут это общение с ребенком а среднестатистический папа и того меньше это в том случае если семья полная это меньше 10 минут а иногда и 8 минут и вот в таких условиях наши курсы на которых мы можем говорить вот о добре и зле о том кто мы такие вот какие наши традиции позволяют понимать нам самих себя и окружающие вот они играют особую роль вот как раз в реализации даже вот той задачи поставленной перед школой духовно-нравственного просвещения это как раз та площадка на которой мы можем говорить через интересные такие вот темы выходить вот на обсуждение этих вопросов без которых человек не состоится как личность вот помните как у маяковского стихотворения крошка сын к отцу пришел и что спросила кроха мы все помним так вот что такое хорошо и что такое плохо это вот категория любви да к отчизне это уважение к другому человеку и ценности общения ценности общения вот они устраиваются в один ряд очень-очень важный и вот ну вот еще один есть афоризм да который говорит о роскоши человечества общения так вот курс народа россии дорога дружбы он имеет он основан и реализует диалогический подход вот за счет того что мы предоставляем вот эти все условия и содержательно ну и конечно же и формально и так вот эти ценности основные транслируются на протяжении четырех лет изучения курса но опять таки есть такая особенность уже которые наверняка отметили современные учителя работающие в школе то что если мы будем постоянно все зависит того как мы говорим о необходимости воспитывать в себе вот эту вот любовь к отчизне если мы из 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 дня в день из урока в урок вот только и говорим патриотизм 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 то чаще всего у детей особенно вот уже подошедших четвертому классу это младший подростковый возраст у них иногда протест возникает и следовательно необходимо найти такой подход который позволит цели нашей достигать ненавязчиво интересно и вот как раз вот этот курс народы россии дорога дружбы вот этот подход и показывает как же он выстроен давайте посмотрим основная основное название всех учебников одно и то же народы россии дорога дружбы однако каждый каждое учебное пособие для первого второго третьего четвертого классов носит еще свою подтему и они действительно вот все эти учебники и связаны между собой логически да и содержательно но однако и обладают особенностями особенностями которые по многому определены даже методологии подачи материала общий замысел авторов таков почему он называется народы россии двоеточие дорога дружбы а это та дорога как дружбы которая позволяет прийти к единению людям живущим в разных уголках нашего отечества нашей родины и узловым моментом является следующий мы узнаем что представители разных народностей населяющих российскую федерацию едут плывут летят на праздник дружбы который проходит в столице нашей страны в москве и когда они все оказываются в одном месте такие разные они рассказывают о своих особенностях как раз тех самых этнических традициях и учебник для первого класса он очень интересно имеет структуру он как раз выстраивается с учетом классификации российских этносов по историко этнографическим областям и сразу расшифрую понятие историко этнографическими областями науки принято обозначать некие территории которые обладают природно климатическими особенностями где длительное время соседствуют разные по происхождению народы которые приобретают в результате взаимного влияния во время вот этого совместного жития похожие некие культурные обычаи и поэтому посмотрите пожалуйста на слайд на развороте показана как раз карта географическая карта российской федерации указанием схематичным конечно же тех видов транспорта которые позволяют и дальних уголков и средней части россии прибытие в центр самый да в столицу и представлены здесь самые разные историко этнографические области это и дальний восток это и сибирь и северный кавказ и крым поволжье урал это центральная россия европейская север россии с населяющими его финнами карелами поморами и так далее и вот эти гости рассказывают друг другу о том какие особенности климата как можно выживать вот в таких именно условиях какова каковы географические особенности и за что самое главное можно любить вот эту землю которая обладает таким набором качеств далее следующий следующий учебник для второго класса является продолжением уже начатого разговора начатого диалога в первом классе и здесь уже уже тема другая задается друзья приглашают в гости все те представители разных областей историко-географических нашей страны приглашают своих новых друзей с которыми они встречались в Москве по замыслу к себе в гости и присутствует при организации материала в учебнике для второго класса сезонный так называемый принцип структурирования отбора материала и основные разделы которые изучаются здесь следующие друзья приглашают к себе в гости и здесь мы говорим о календаре вот этих особенностях этнического календаря которые конечно завязаны с религиозными традициями в том числе и предлагается во втором классе побывать не просто как отстраненный зритель поговорить о содержании того или иного праздника важного для определенного этноса а побывать на этом празднике то есть взгляд в какой-то мере предлагается изнутри и вот с одной стороны это праздники самые разные это и государственные и национальные и вот представлено опять-таки многообразие многообразие праздников а также через это связь с историей народа с особенностями культуры а также и хозяйственной и трудовой деятельностью а второй раздел называется так почитаем сказки народов россии сказки народов россии тоже выражают конечно же ценностные представления о любви к россии к человеку к народу к своей малой родине и дают даются для ознакомления здесь сказки мансийские крымские удмуртские мордовские якутские негидальские татарские чукотские болгарские русские еврейские притчи ингурские сказки вот посмотрите какое разнообразие и малые народы представлены да ну и вот титульные да нации нашей страны и вот через соприкосновение с устной народной культурой мы опять-таки можем транслировать ценности которые заложены в этих текстах и конечно же вот это те ценности о которых мы сказали ну и конечно же еще я еще раз повторяю это заложено в названии собственно курса дружба ценность дружбы но вот этого тема проходит конечно же как стержневая через все учебные пособия через все учебные пособия ну а третий класс чему же может быть посвящен он вот как раз нацелен на изучение особенностей бытовой культуры потому что вот к сожалению во многом она осталась за сферой нашего внимания при достижении вот этой задачи патриотического воспитания а это ведь очень интересная и имеющая очень мощный как раз нравственный потенциал область знания называется учебные пособия для третьего класса так ярмарка мастеров России и вот в третьем классе предлагается общее знакомство с материальной культурой народов России то есть мы изучаем всевозможные народные промыслы ремесла также национальные костюмы игрушки и опять-таки через это уважительное отношение к традициям культуры своего народа других народов России формируется материал подобран крайне интересный и разнообразный и опять-таки предполагается не стороннее какое-то такое знакомство с этой темой допустим жилища ремесла промыслов а мы заходим в юрту мы заходим в хату мы заходим мы с вами все являемся гостями и мы видим попадая в этот дом какие же умельцы живут именно в этом крае какие ремесла характерны именно для них что позволяет допустим климатические географические условия жителям этих мест и конечно же народный костюм это особая тема так этот раздел и назван народный костюм красота из глубины веков мы знаем что самобытность культуры разных народов она отражена в том числе и в культуре костюма к сожалению мы с вами вот многие народности населяющие территорию Российской Федерации оказались в такой ситуации что мы не сохранили свой костюм и у нас изучение национального костюма в которых ходили наши предки то есть наши прапрабабушки прапрадедушки и традиция к сожалению в двадцатом веке туда прервалась она бережно в то же время сохраняется малыми народами нам есть чему поучиться у них и вот в этом смысле изучение допустим особенностей народного костюма является не просто разговором о прошлом а это разговор о вечных ценностях потому что и символика была присуща народному костюму и вот об этом это вот очень живой очень интересный материал и предлагается говорить в третьем классе ну и игрушки игрушки друзья детей да третьеклассники конечно же и характерные опять таки игрушки для той или иной области нашей страны вот здесь вот они представлены в полной мере в полной мере и следующий класс следующий класс четвертый в котором изучается этот курс народа россии дорога дружбы он называется так золотая книга российского народа и вот здесь я вот сама очень обрадовалась тому что методологией как всего наверное курса так и в особенности именно учебника для четвертого класса стала вот эта задача особое воспитание любви к отечеству через красоту и тексты представленные уже для четвероклассников младших подростков они показывают как раз красоту языка который нас объединяет ну в данном случае мы можем говорить о русском языке это и ценности нравственные красота их отражаемое в поступках и в учебнике приводятся удивительные примеры такого самопожертвования милосердия представителей русского народа отражающие и выражающие значимость вот этих нравственных ценностей это и красота нашей общей территории ведь мы не случайно в первом классе начали с того насколько мы многообразны а мы сами с вами знаем что когда мы путешествуем или реально да в реальном времени пространством по разным уголкам нашей страны или это может быть даже виртуальное путешествие мы сможем посмотреть всевозможные зарисовки и виртуальные экскурсии интернет сейчас нам дает очень много возможностей этого для знакомства с культурой да особенностями различных регионов мы поражаемся вот этой красоте и разнообразию и также вот я прошу прощения но вот не удержусь от себя пример приведу мне как методисту приходилось на протяжении многих лет до карантина бывать в разных регионах страны мы встречались с педагогами проводили занятия и я всегда поражалась тому насколько мы разные с одной стороны вот это отражается и в характере и в каких-то манерах это и в языке может отражаться если например мы вспомним вот то явление удивительное как говор которое слава богу сохраняется и по сей день ну это то что передается от поколения к поколению это оконье например Вологодская да область вот вспомните это может быть еканье яканье вот на территории нынешней Ивановской области например принято так пятнадцать сказать ведь это красота вот это своеобразие и в то же время мы едины тем что мы российский народ мы граждане россии и нас вот это объединяет это язык да общие нравственные ценности общая территория и конечно же общая история и поэтому поэтому здесь вот очень мощный вот именно воспитательный потенциал дает именно тексты учебник учебного пособия для четвертого класса это как бы кульминация развития сюжета предложенного авторами курса народа россии дорога дружбы здесь мы говорим и общей истории мы говорим об общих национальных героях важнейших событиях конечно же истории россии ее народов и мы это российский народ утверждается вот вкладывается такое понятие это мы граждане россии через язык вот понимаете вот без какого-то навязывания а через красоту языка мы мы можем предлагают авторы вспомнить допустим слова писателей нашей страны которые были представителями разных национальностей о величии об особом вот этом вот складе красоте русского именно языка а также уважительные отношения мы формируем к языку русскому как языку уже межнационального общения потому что территория это российской федерации она населена разными народами и так именно мы формируем ценностные отношения и к своему национальному языку и культуре вот через красоту красоту слова да и красоту даже интонации вот это конечно очень всегда впечатляет это прекрасные примеры вот ну и мы подчеркиваем всегда да общая история у нас общая территория и вот особый конечно значимость имеет также раздел героические страницы российской истории где мы говорим и о равных подвигах отдельных представителей народов да и о трудовых подвигах раздел 3 это культура наука и спорт где представлены и достижения и победы и вот изучив этот курс конечно же ну приходишь восхищение от соприкосновения вот с этой великой поистине российской культурой через факты через вот взгляд с разной стороны вот посмотрите из точки зрения географии мы заглянули и лингвистики и страноведения и разных 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 аспектов это конечно же и эти с точки зрения этики и культурологии и так далее вот такой интегрированный по своему содержанию меж вот дисциплинарный можно сказать вот курс был предложен нашими авторами издательством просвещения и направлен как раз на транслирование трех главных ценностей о которых еще раз их назову любовь к отечеству это уважение к людям в том числе разных национальностей и общение способность выстраивать взаимодействие речевое и неречевое с помощью методического аппарата этого курса который тоже на самом деле представляет собой очень достойное для изучения удивления и я надеюсь что следующей встречи мы как раз этому и посвятим мы достигаем поставленной цели мы способствуем в той или иной мере духовно-нравственному становлению наших учеников любимых вот уважаемые коллеги такой курс поэтому вы можете его приобрести информация дана на сайте нашего издательства спасибо вам большое за внимание вот только я вижу вопрос у нас есть так а вопрос это как раз ответ на вопрос который я вам ставила слышно ли меня спасибо большое вам за внимание до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания